Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Ни мэра, ни праздника. В Кизелюрте отменили празднование юбилея. По какой причине, расскажем через минуту. Покупки с недетским размахом. Мальчик с телефона родителей сделал заказ в онлайн-магазине на 250 тысяч рублей. Овец спасти не в офисе сидеть, но и свои плюсы в этом есть, посчитала туристка из Московской области и решила остаться в Дагестане. Без мэра и без праздника Кизелюрт не будет отмечать свой 60-летний юбилей. Об этом сообщает официальный новостной телеграм-канал местной администрации. Грандиозный праздник был запланирован на 7 октября, однако его пришлось перенести на неопределенный срок. Администрация Кизелюрта принесла свои извинения горожанам и приглашенным гостям. Напомним, что ранее сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали главу города Магомеда Магомедова. Его подозревают в коррупционных фактах в годы работы министром спорта региона. Шопинг не по-детски. Мальчик втайне от родителей сделал заказ в онлайн-магазине «Валберес» на четверть миллиона рублей. Перебирая гору детских товаров, среди которых много игрушек, обувь, одежды и книги, женщины восхитились находчивостью маленького покупателя. За возврат всех товаров родителям по правилам сети придется отдавать около 38 тысяч рублей. Не женское это дело – пасти овец. Это утверждение смело опровергла туристка из Московской области. Наталья Янкова приехала в Дагестан в конце июля этого года и решила остаться чабановать. Участвовала в перегоне, научилась разделывать барана и осталась в восторге от дагестанских горных пейзажей. Почему героиня нашего сюжета сменила комфортную жизнь в городе на романтические скитания по горным лугам? Узнавала Патимат Ханапова. Ей слово. Ну вот я и поднялась. По склонам зеленых гор и вдоль бурных рек Наталья прошла с пастухами весь путь. Через снег, дожди, стужу. Многодневный перегон – серьезное испытание даже для самых опытных чабанов. Ежедневно приходится преодолевать десятки километров пешком, ночуя под открытым небом или в легкой палатке. Гость из Московской области считает – вызова она приняла достойно. Я прекрасно знаю, что с Атарой тысячу голов я справлюсь даже без собаки. Я их не потеряю, я их буду везти. И все благодаря тому, что меня ребята, моя бригада этому научила. Не пасовать перед трудностями, не теряться, быть уверенной в себе. Они говорят, все, Наташа, у тебя уже хорошо получается. Я говорю, я реально сейчас наслаждаюсь, отдыхаю. Это тяжело. Я говорю, вы жили в Москве, вот там тяжело, а здесь это в радость. Теперь, благодаря Наталье, можно сказать, что русская женщина не только коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, но и Атару, а весь через горы перегонит. Здесь, в агрофирме, теперь она ценный работник. Отпускать ее не намерены. Напротив, такой кейс может стать причиной развития пастушьего туризма. Опыт набрали, что в горах, внизу, там, все, что Чабани делает, даже лучше она делает. Я удивился, что уже 45-46 лет я Чабанюю, первое завижу такие женщины. Еще она придет сюда и еще с собой возьмет, они 2-3 женщины. У них тоже, они обещали мне прийти, и каждый Атар по одному женщине будет в следующем году у нас. Как бы вложили свои знания, свои усилия, терпение, потому что тоже у меня и характер свой, то есть мы друг к другу тоже не сразу все привыкли. Но мы привыкли, у нас получается работать, то есть, и соответственно, почему, то есть, нам, то есть, ну, расставаться. Будем попробовать, но продолжать дальше. В прошлом бухкалтер, флорист, клинер. Перечислять профессии, которые Наталья освоила, живя в мекополисе, можно долго. Но истинное удовольствие от дела, признается, она получилась здесь, среди гор, с атарами овец и коз. Подняться, пожить, поесть нормальной еды, чистой, попить хорошую чистую воду, чистым воздухом подышать, там воздух, вот я вам честно говорю, неописуемый. Я вот честно говорю, я иногда вот так вот, как стояла, говорю, вот где-то здесь начинается рай. И вот это моя песня, я вот хожу, то есть, какие эти горы в ночи, вот под луной, это вот каждый раз, вот понимаете, как солнце меняется, так и горы, вот каждый раз можно увидеть что-то в горах, как новое, как картинки. Наталья теперь об овцах знает все или почти все про породу, шорстку и даже как прививать. Но главным своим достижением считает навык разделывания барана. Вот, это вот начало, ножки сначала, потом дальше, потом, то есть, я процесс, потом вот это. Наталья планирует весной снова вернуться сюда, когда начнется окот и стрижка мелкого рогатого скота. Теперь Дагестанские горы для нее родная стихия. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кумторкалинский район. В ситуационном центре республики прошла познавательная экскурсия для детей в рамках празднования Дня гражданской обороны, который отмечается в России сегодня. Школьникам показали спасательное оборудование и пожарную технику. Желающие получили возможность примерить средства защиты органов дыхания, специальные костюмы и головные уборы. Исполнилось и желание многих ребят посидеть в пожарной машине. Также дети увидели работу дежурных операторов, принимающих звонки по телефону спасения 112 и работу сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях. Все, и телефон тоже. Давай звони. Давай звони оператору. МЧС слушает. Это как раз-таки видео мы снимали вот сверху, как была демонстрация беспилотника, который онлайн транслировал обстановку. На правой стороне вы видите применение беспилотных летательных аппаратов. Они нам помогают, коллеги, в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательной работы. 4 октября наша страна отмечает День гражданской обороны. В этом году гражданской обороне исполняется 91 год. Основной целью гражданской обороны является защита населения от опасностей, военных конфликтов и от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Как работать на самого себя и не платить страховые и пенсионные взносы. Об этом и многом другом рассказали на бесплатной конференции для самозанятых. Проходила она в здании Института народного хозяйства. На данный момент такой тип занятости становится все более популярным в Дагестане, в частности в сфере туризма. Собрались на мероприятия студенты ВУЗа и молодые предприниматели, которые в свою очередь получили практические советы актеэкспертов и более опытных коллег. Человек, который оказывает туристическую услугу для того, чтобы себя обезопасить, ему проще работать в легальном бизнесе, потому что стряки и случаи бывают, заводят уголовные дела в случае несчастных случаев. И чтобы предпринимателям можно было себя обезопасить, все сделать правильно, на таких конференциях для самозанятых у него есть максимальная возможность. Именно туризм является той отраслью, которая сейчас развивает экономику всего региона. И нам очень важно, чтобы максимальное количество людей обелилось на сегодняшний день, платило налоги, а именно самозанятость позволяет минимальный процент выплачивать. Здесь очень много плюсов, которых люди просто не знают. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие как раз-таки поможет расширить эти знания. Персонал третьей городской больницы состоит из квалифицированных и профессиональных врачей. Один из них – хирург-онколог Сапорча Магомедов. Ему нередко приходится проводить дополнительные операции для исправления ошибок, с которыми пациенты столкнулись у предыдущих специалистов. Сложнейшие хирургические вмешательства врач с 16-летним стажем проводит, не проводя травматичных полостных операций. В результате ниже риск после операционных осложнений, пациенты быстрее выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни. Хирургическое отделение нашей клиники располагает 25-ю коечным фондом. У нас современный операционный блок, где мы можем выполнять большой спектр хирургических вмешательств. Мы выполняем практически все варианты оперативного пособия по линии общей хирургии, абдоминальной хирургии, по урологии, гинекологии. И внедрили мы достаточно давно бариатрическую хирургию, на котором мы сейчас в наше отделение и в клинике делаем акцент и, соответственно, выполняем весь спектр бариатрических вмешательств. Очень большой удельный вес пациентов в нашей клинике занимают пациенты с реконструктивными вмешательствами. То есть ранее перенесены бариатрические процедуры, которые были неэффективны, либо обращаются какими-то последствиями негативными для пациента. И, соответственно, нам приходится проводить реконструктивные вмешательства. Передвижной флюорографический комплекс заработал в Махачкале. Врачи станции отмечают удобство для горожан. Со 2 по 5 октября, включительно, он развернут на центральной площади столицы. Далее до 13 октября комплекс отправится на другие локации, среди которых проспект Расула Гамзатова, улицы Богатырева, Гагарина, Хизроева и Ломоносова. Флюорографию мы с детства не раз проходили и знаем, что это такое, насколько это важно. На ранней стадии выявить любую болезнь можно обойтись более легким лечением. И нам будет хорошо, и безболезненнее пройдет для нас, для окружающих людей. Отметим, что мероприятие проводится администрацией города во исполнении протокола заседания Межведомственной комиссии правительства Дагестана при поддержке Министерства здравоохранения Республики. И о спорте. Тай-боксер Кемран Небатис победой дебютировал в Лиге One Championship. Турнир Азиатской Лиги прошел в Таиланде. Соперником нашего спортсмена стал многоопытный представитель этой страны Понг Сири Саинчай. В этом противостоянии дагестанец забирал практически все эпизоды, особенно ему удавались мощные удары локтями в голову. На последней минуте поединка Понг Сири уже очевидно подсел функционально и просто валился с ног, но мужественно довел бой до финального гонга. Теперь Кемран Небатис имеет в активе 19 побед и по-прежнему не знает поражений. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.